Всем привет, ребят, на моем новом канале, и здесь у меня будет другой немного формат. Если вы сюда зашли по тематике Clash Royale или Clash of Clans, то вы можете сразу закрывать это видео и отписываться от канала. Здесь у меня будет другой формат, который недавно произошел в опрос в моей группе, который звучал следующего характера. Хотели бы вы научиться или просто смотреть обучающее видео по сборке таким головоломок, как Кубик Рубика? Вот, и многие проголосовали да и сказали, заливай на основной канал, будем смотреть, но я долго решался и решил заливать это все-таки на лайв-канал. Это такая тематика неоднозначная, и, возможно, какой-то аудитории будет нравиться, какой-то нет, и решил не засорять свою нишу, которая на основном канале. И пускай та аудитория, которая хотят смотреть это, будет смотреть это на моем лайв-канале. Я не говорю желанием здесь набирать какие-то просмотры или развивать, допустим, канал. Если просто наберется хоть какая-то маленькая аудитория, которая нравится это смотреть и будет вам это заходить, пускай 10-20 просмотров, неважно, если вы будете поддерживать, то я буду продолжать записывать эти видео. На этом канале будет идти разные обучающие видео по сборке кубика Рубика 3х3, кубика Рубика 4х4, 5х5, 2х2 и других головоломок, которые, блин, либо меняют форму свою, либо, ну, в общем, другие разные головоломки. Это все будет интересно, если хотите, оставайтесь, потом все покажу, расскажу. Вот, также я хочу попробовать в этом новом формате, если зайдет, буду продолжать. Если не зайдет, закрою просто вообще канал. Вот, сегодня будет видео, я сразу хочу записать первое обучающее видео, не хочу разделять это на два выпуска, типа, первый ввести курс дела, какая будет тематика на канале, а второй, типа, обучающее видео уже. Поэтому сегодня будет сразу обучалка, и я хочу сразу прояснить такую ситуацию, что я не считаю себя каким-то там опытным сбитгубером или тому подобное, я это никогда не говорил и не буду говорить. Я просто умею собирать эту головоломку и хочу научить, если вам это нужно, научить вас это делать. Вот, и также хочу сказать, что у меня нету своих каких-то методов, я их не придумывал и не знаю, как их, свои формулы там или тому подобное. Я научился на ютубе сборкой кубика Рубика, поэтому буду учить ее таким же методом, которым научился и я. Поэтому, если увидите подобный формат у кого-то или... Ну, здесь будет, короче, ворованный контент, если можно это так назвать. Поэтому обучалки будут не мною написаны, мною придуманы, они будут реально взяты из других каналов. Поэтому не обессудьте сильно, это не основной мой канал, и я не пытаюсь на этом заработать или тому подобное, просто хочу попробовать. Мало ли, вдруг вам понравится, и для общего развития вам это пригодится, надеюсь. В общем, сегодня мы сразу запишем сборку по кубику Рубика 3х3, я объясню вообще, что из себя представляет кубик Рубика, и как будет собирать, какие этапы и тому подобное. В общем, возможно, уже есть люди, которые, и я уверен, что они есть, потому что мне уже писали в ВКонтакте, которые умеют уже собирать. Поэтому для них, возможно, этот этап и это видео будет совсем не полезным и неинтересным. Ну, а те, кто вообще первый раз видит, ну, или вряд ли такие есть, ну, возможно, и не знают, что это такое, и как его собирать вообще, и, блин, что происходит. Поэтому я сегодня объясню и покажу. Значит, сегодня будет сразу обучающее видео по кубику Рубику 3х3. Объясню, с чего он состоит, как его собирать, какие будут этапы и что вообще будет происходить. Первое, с чего я хочу начать, это объяснять структуру кубика Рубика. Он состоит из элементов, таких как центральные элементы, логично, да, предположить, что они будут центрами. Вот, реберными элементами, это вот эти реберные элементы, и угловые. 4 угловых элемента и 4 реберных. Вот, сборка будет начинаться с креста, это сборка реберных сначала элементов, потом сборка угловых, потом сборка второго нижнего слоя, сборка креста наверху, сборка угловых элементов наверху, и сборка шапки. Это последний этап. А не, сборка реберных элементов на шапке, и сборка угловых элементов на шапке. В общем, будет всего несколько этапов, они будут на самом деле интересны, я не буду рассказывать языком вращения спидкуберов, такие как R'U', B2, M2 и тому подобное, чтобы вам не засорять ненужным голову, если вы не хотите, допустим, вообще связываться с спидкубером, просто вы хотите научиться, и вам просто это интересно. Поэтому я буду рассказывать это все на ассоциациях, и оно будет, возможно, для кого-то звучать смешно, но, ребят, я научился по этому поводу, точнее, блин, научился по такому методу, вот, и по такому методу хочу же рассказывать эти обучающие видео. Вот, и давайте начнем с первого этапа, я расскажу, как собрать крест наверху. Кто уже умеет, молодцы, можете закрывать видео, кто не умеет, сейчас расскажу. В общем, рекомендую начинать сборку. Первый этап с белого цвета, с белого центра. Не буду объяснять, зачем, почему, но вот советую так, начинать и учиться, если вы еще не умеете собирать, просто с белого центра. Вам будет проще потом в дальнейшем. Итак, мы определили, да, мы нашли белый центр и держим его вверх, вот таким вот образом. Она должна смотреть вверх. Нам нужны вот эти все элементы угловые, ой, реберные элементы, вот эти все четыре элемента, нам нужно поставить наверх. Мы их будем искать везде, кроме вот этой части. Они будут находиться на этих кранях, на этих сторонах, снизу, в общем, сейчас все объясню. Будет несколько случаев, когда реберные элементы будут находиться вот в этой части, либо на втором ярусе, либо на верхом ярусе, либо на втором, либо на нижнем, либо в дне, на дне. Вот, и из каждой ситуации будут разные выходы и заходы. Вот, значит, первая ситуация, мы вот сейчас видим сразу реберный элемент, он находится у нас внизу. Это не самый удобный вариант, которым можно поставить его наверх. Как же его поставить сюда? Если у вас находится реберный элемент снизу или сверху, его нужно поставить будет сначала на второй ярус. Это можно сделать одним вращением грани. Грань будем крутить фронтальную, вот эту переднюю грань, которая смотрит на нас. Вот, одним движением, неважно, влево или вправо, давайте ее повернем влево. Вот таким вот движением. Раз. И смотрите, реберный элемент появился у нас на втором этаже. И теперь мы можем спокойно его загнать в один ход, в поворот грани, на которой находится ребро. Видели, да? Давайте еще раз покажу. Находится ребро на первом этаже, да? Мы его можем фронтальную часть, повернуть фронтальную часть, вот, как часы можно это так назвать, часы, повернуть часы в любую сторону, и оно станет у нас на второй ярус. А со второго яруса проще всего загнать его наверх. Вот таким вот движением. Раз. И одно ребро у нас уже стоит наверху. Давайте проверим, не осталось ли здесь никаких белых элементов. Нет, не осталось. Давайте посмотрим в следующую сторону. На следующей стороне снова ребро находится на втором этаже, и мы уже знаем, как его отсюда убрать. Убрать мы его можем фронтальным поворотом влево или вправо. Но я прошу вас быть внимательным и не забывать, какое ребро мы уже поставили наверх. У нас уже стоит одно ребро. Смотрите, наблюдайте. Если мы повернем фронтальную часть вправо или влево, чтобы вывести вот это ребро на второй этаж, то у нас сдвинется верхнее, верхнее ребро. И нам нужно, чтобы оно не сдвинулось, просто верхнюю часть вот эту просто повернуть один раз. либо, точнее, это будет зависеть не от количества поворотов, а от того, какая следующая деталька станет на ее место. Вот смотрите. Нам нужно здесь, чтобы было не белое ребро. Давайте повернем вот так вот. Вот. У нас сверху не белое ребро. Поэтому мы сможем спокойно в один ход повернуть грань, и оно станет у нас на второй этаж. И мы сможем в один ход его поставить наверх. Также прошу вас заметить, что уже еще одно ребро опустилось у нас на второй этаж, и мы его также сможем поставить в один ход наверх. Но, опять же таки, я вас прошу быть внимательным и не забывать, что у вас уже наверху какие-то ребра собираются, и вам нужно смотреть, не сдвигаются ли они. И вот если сейчас один ход поставить вот это ребро, сдвинется верхнее. Поэтому нам нужно сюда подогнать также пустую ячейку. И это можно сделать поворотом снова верхней грани в один ход. Ну, или это, опять же повторяю, не от количества ходов зависит, а от того положения, какая деталька станет на это место. Сейчас у нас стоит не белая деталька, поэтому мы спокойно можем поставить ребро в один ход. Смотрим дальше. Здесь у нас есть, да, белая деталька, но это угловые элементы, прошу их не путать. Реберные элементы и угловые. Давайте повернем кубик дальше. Снова нет у нас здесь серебра белого. Давайте повернем это дальше. Вот, я нашел белое ребро, оно находится снова на первом этаже. И его с первого этажа можно выгнать в один ход фронтальным поворотом. Но, я говорил, да, что нужно следить за верхней стороной. И вот здесь у нас сдвинулось то ребро, которое уже стояло. Поэтому нам нужно сюда поставить какую-то детальку, чтобы она не была белой. Вот, вот эту детальку. Давайте просто ее повернем. Просто верхнюю часть повернем. И здесь стала деталька, которая уже не белая. Поэтому мы можем повернуть спокойно фронтальную часть. И все, и у нас деталька уже на втором ярусе. Теперь у нас задача ее поставить наверх. И опять же таки, если мы поставим вот эту детальку наверх, сдвинется вот эта, которая уже была на месте. Поэтому нам нужно опять поставить новую ячейку, точнее, пустую ячейку, в которую можно заселить вот это белое ребро. Давайте подгоним вот эту детальку, которая выглядит синим цветом, блин. Которая выглядит. Она и есть синим цветом. Вот, давайте ее подгоним и спокойно мы сможем загнать вот это ребро наверх. Итого у нас уже получился крест. Не обращайте внимания на угловые элементы. Они нам сейчас не нужны. Нам, нас сейчас волнует реберн элемент. И у нас крест уже собран. Давайте для еще, чтобы вам было проще запомнить, покажу еще раз, как составлять все ребра с разных ситуаций. Потому что, возможно, это будет, блин, для начинающих очень сложно звучать. И они будут много чего не понимать. Я это знаю. И пишите в комментариях, что вам непонятно. Я буду снимать еще какие-то видео и, точнее, ну, еще обучалки и буду более понятнее объяснять. Это мое первое видео, поэтому сильно не обессудьте. Итак, нашли. Давайте уберем эти все ребра. Итак, мы нашли дан белый центр и нам теперь нужно искать ребра. Ребра мы ищем везде, только не наверху. Итак, смотрим здесь. Отлично, мы уже нашли ребро, которое мы знаем, что находится на первом этаже и которое можно фронтальной частью, часами, как я вам рассказывал, поставить на второй ярус, потому что со второго яруса очень просто его загнать наверх. Это можно сделать поворотом фронтальной части. Вот так вот. Раз. Все, мы повернули фронтальную часть. Ну и теперь в один ход правой грани мы можем поставить его наверх. Ищем дальше. На этой стороне у нас нету. Давайте поворачивать кубик. Ух ты! У нас здесь двойной бонус и они оба находятся у нас на на втором этаже. Но на втором этаже нам очень легко ставить наверх, поэтому мы не парясь ставим, поворачиваем правую грань наверх и одно ребро уже стоит наверху. И слева у нас также ребро на втором этаже и мы его также в один ход ставим наверх. Итого у нас уже три главы ой, блин, реберных элемента стоят на своих местах. Поворачиваем кубик дальше. Не находим, да, никаких белых цветов здесь. Поворачиваем дальше. Здесь белый цвет есть, но это угловой, он нам не нужен. Ищем дальше. Так, здесь нету. Смотрите, я повернул весь уже кубик и нигде нету цветов. А это та ситуация, которую я еще не рассказал. заглянем вниз и мы видим вот здесь реберный элемент. Давайте его повернем вот так, чтобы он был возле нас, смотрел на нас снизу. Вот он. Вот у нас уже собрано три ребра. Не здесь, не на этой стороне, не на этой, не на этой. Мы белых реберных элементов не нашли. Он находится у нас внизу. Вот. Внизу. Что, как нам выгнать теперь с этого положения? Он находится не на первом этаже, как в данном случае он бы мог находиться, а внизу. Поэтому здесь совсем по-другому будет он наверх выходить. Вот. И с этого положения также не сильно сложно его выгонять наверх. А выгонять его наверх два раза крутнуть часы. Два раза повернули часы и он стал наверх. Но, хочу ваше внимание опять обратить, что здесь у нас уже стоит ребро и не забывайте подставлять пустые ячейки. Если вы поворачиваете грани, видите, что сдвигается белое ребро, подгоняйте просто пустую ячейку, где нету белого цвета. Вот в данном случае нету белого цвета. И часами раз, два, мы его выгоняем наверх. То есть, оно должно, это ребро находиться на вот этой части, которая смотрит на вас. Под этой частью. Не вот с этой стороны, не вот здесь оно должно быть. А подгоняйте, вы можете просто перехватить кубик и взять так, чтобы оно смотрело на вас. Вот здесь оно было. Смотрело на вас. И вот тогда вы можете часами его выгнать наверх. Но опять же таки, наверх вы можете выгнать тогда, когда наверху у вас пустая ячейка, куда вы можете загнать белое ребро. В данном случае у нас уже стоит белое ребро, поэтому мы подгоняем какое-то не белое. Вот. Подгонять крышей вот эту часть крутить. Называем ее крыша. Очень, я надеюсь, это все сейчас понятно и надеюсь, что нету ничего сложного. Если вдруг какие-то будут сложности, я запишу более подробно. Вот. Подгоняем крышу и теперь вот это ребро выгоняем часами. Раз крутим часы и два крутим часы. Итого у нас уже собран крест. Ну а теперь, чтобы все подытожить, я еще раз объясню. Теперь просто крест собирать не буду, просто быстренько объясню. Если ребро находится на втором этаже, мы его выгоняем поворотом часами в один ход. Неважно, в эту сторону мы повернем часы, либо в эту сторону мы повернем часы. Все. Со второго яруса нам очень легко загнать его наверх. Вот таким вот способом. Это как раз второй пункт. Если ребро находится на втором ярусе, мы его загоняем в один ход наверх. Если оно находится на первом этаже, как в данном случае, мы поворачиваем часы, неважно в какую сторону. Вот мы повернули данным часы правую сторону ребро на оказалось наверху поэтому можем один ход его поставить на свое место вторая ситуация когда ребро находится в подвале внизу на дне мы его берем так чтобы допустим я вот смотрю да нету нигде белых ребер заглядываю под низ вон нашел я его беру так чтобы вот эта деталька белая была вот на этой стороне на вот этой стороне которая лицевая вот нашел до взял и выгонять его наверх поворачивать нужно два раза часы один раз повернули часы и два раза повернули часы все ребро на месте и снова смотрите у нас ребро появилась на первом этаже и по потом как я раз вам рассказывал по логике этой нужно повернуть раз часы и тогда она встанет на второй ярус поверачиваем часы но сдвинулась вот это ребро не забывайте смотреть наверх если вы что-то поворачиваете поэтому чтобы это ребро не сдвигалась мы поворачиваем верхнюю часть чтобы была пустая ячейка но теперь часами выгоняем его на второй ярус и со второго яруса мы в один ход его ставим наверх дальше ищем вот ребро на втором этаже мы спокойно мы можем загнать в один ход но опять же таки здесь уже стоит ребро поэтому подгоняем пустую ячейку вот пустая ячейка она не белая поворот подгонять пустые ячейки поворотом верхней грани вот она верхняя грань погоняем все и теперь в один ход ставим вот так вот собирается крест я надеюсь что было ну я понимаю что недостаточно может понятно объяснил вам все это но это было первое видео я не знаю всей аудитории сразу все не объяснить поэтому в комментариях пишите что непонятно возможно вам расскажу все в двух словах либо в комментариях либо сниму еще один видеоролик чтобы было более понятно в следующем видео запишу два следующих этапа где мы будем учиться собирать угловые элементы я надеюсь крестом у вас не будет проблем его на самом деле можно собирать не только моим методом его можно собирать разными методами как вам удобнее если вы уже можете его сами собрать без всяких вот этих обучалок то пожалуйста собирайте я вам не навязываю свое мнение главное чтобы вы сумели собрать все реберные элементы наверху белые именно белые потому что мы с этого будем дальше продолжать учить сборку поэтому если у вас получается собирать крест по другому методу что пожалуйста собирайте как вам удобно вот ну а следующие я надеюсь следующие точнее этапы я буду рассказывать вам уже более как-то понятно и там уже будет не так все запутано это начальный этап и он возможно покажется для вас сложно поэтому учитесь смотрите видео если вам что-то непонятно я напоминаю пишите в комментариях я отвечу всем постараюсь внятно объяснить всем чтобы все поняли первый этап так же собираю кубик в общем вот такое было первое видео ребят оценивайте лайком дизлайком я пойму продолжать эту рубрику или не продолжать либо закрывать вообще канал и подобным не заниматься все на этом я с вами прощаюсь всем до новых встреч и всем ребят пока